Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги пророка Исаии, читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет. 13 такая страшная глава про Вавилон, про то, как Вавилон, первый упомянут из всех языческих народов, будет уничтожен, причем с такими жуткими подробностями, как будут насиловать жен, убивать младенцев, Вавилон навсегда будет опустошен, в общем, все очень плохо, и Господь это наказание на него наводит. Даже пока еще не сказано толком, за что такое наказание. Но 14 глава отвечает на другой вопрос, для чего? Вавилонский плен, до которого еще полтора столетия, когда это пророчество звучит, но уже он здесь каким-то образом предусмотрен. То есть, то, что Вавилон будет местом, где будут в заточении, где будут в пренебрежении израильтяне и иудеи, вот об этом и говорится. 14 глава объясняет, почему Вавилон будет разрушен. Вот и пришло его время. Дни его уже не продлятся, Вавилона. «Так помилует Господь Иакова, снова изберет Израиль, поселит их в собственной земле, присоединятся к ним и наземцы, заодно будут с домом Иакова. Народы сами их на прежнее место приведут и станут на Господней земле слугами и служанками дому Иаковлеву. Он пленит угнетавших его угнетателями своими, будет править». Смотрите, другие народы, они поработили израильтян, но потом они сами придут для того, чтобы вместе с израильтянами, с Иаковлевым домом, как это называется, потому что Иаков – это имя Израиля, прародителя всех израильтян, первое его имя, вот они вместе с Иаковлевым домом будут служить Господу, причем тем самым этому народу помогать. И в этом цель, да. То есть мы обычно думаем о каких-то бедствиях, это нас наказал Господь за… У нас всегда найдется длинный список, за что нас можно наказать, правда? И индивидуально каждого, и нас как народ, как человечество, как страну, как какую-то общность людей, всегда найдется, честное слово. Но Исаия говорит, смотрите, Господь – это не просто такой злой полицейский, который все время всех дубинкой бьет, пусть за дела, но все-таки. А он делает нечто, что воплощает его замысел. Его замысел в том, чтобы собрать все человечество. А Израиль – это точка сборки. И вот в Вавилоне не уводят израильтян туда, в плен, претерпевают там бедствия, а потом вместе с ними возвращаются, чтобы служить израильтянам и служить Богу, самое главное. То, что, в общем, отчасти происходит сейчас, когда тот же самый Иерусалим, та же самая Святая Земля – это место, где же, конечно, не только евреи живут, и это место, которое, в общем-то, становится центром для трех мировых религий – иудаизма, христианства, ислама, в котором почитают Бога, пусть по-разному, пусть далеко не всегда в мире между собой, но представители самых разных народов. И вот, собственно, замысел в чем. Это очень длинный и сложный процесс. Он пока далек от идеального завершения, но все же. «Будет и тот день, в тот день даст вам Господь покой от скорби и печали и трудов, которыми вас изнуряли, а в вавилонском царе с насмешкой скажешь – вот изгинул угнетатель, где вся его ярость?» И мы можем это сказать о любых угнетателях, рано или поздно о них будет сказано то же самое. Вот об ассирийцах, вавилонинах, персах, римлянах. Продолжите список сами вплоть до новейших времен, чтобы не впадать в какую-то слишком актуальную современность. «Вот изгинул угнетатель, где вся его ярость? Сокрушил Господь посох нечестивых, Преломил скипетр владык, что без устали буйствовал, Чужие страны поражая, Ярился народы покоряя, Преследовал их без передышки. Вся земля теперь в тишине и покое, Только крик радости слышен». Образ такого жестокого правителя, в данном случае, от вавилона, Я думаю, что это ко многим можно отнести. И вся земля отдыхает, когда пал вавилон. Представим себе такое, лето 45-го года, все довольны. «Кипарисы и ливанские кедры ликуют, Сгинул ты, никто рубить нас не будет. Нижний мир шел, это царство, когда сходит мертвый, Оживился, приметив тебя, Еще бы какой знаменитый царь приходит, Вавилонский царь, не названное имя, Но это такой собирательный вавилонский царь. «Оживился, приметив тебя, Чтобы встретить тебя при входе, Тени всех земных владык пробудил, Царей всех народов с их тронов поднял». Да, торжественная встреча вавилонского царя в мире мертвых. Все они будут себе говорить, Вот и ты обессилел, как мы, и ты уподобился нам. А ведь он отправлял в мир мертвых в Шеол, Других владык. «Великолепие твое в Шеол не изведено, И музыка твоих арф, Черви теперь постель твоя, Личинки покрывало твое». Да, ну, это, понятно, образ гниющего тела, Которое пожирается червями и личинками. «Как не звергся ты с небес, Утренняя звезда, сын зари». Вот откуда, кстати, утренняя звезда, Люцифер, между прочим, на латинском языке, Понимается как некий образ сатаны, дьявола. Но это, на самом деле, звезда Венера, Она становится очень хорошо видна перед восходом Солнца, И она не извергается с небес, А в древнем мире, на древнем Ближнем Востоке, Это была богиня Иштр. Венера – это ведь богиня любви римская, Но задолго до римского слова «Венера» Слово «Иштр» использовалось для обозначения Той же самой звезды, Более-менее той же самой богини. И, соответственно, вот богиня любви, Вообще-то, это нечто сатанинское, дьявольское Для единобожников. Но здесь это царь Вавилона. Почему? Да потому что вот такие могучие владыки, Они же себя не считают людьми, Они себя считают чем-то выше людей, Они себя считают божествами. Как низвергся ты с небес, утренняя звезда, Сын зари, попиравший народы, повержен в праж, А ты в сердце своем говорил, Поднимусь на небеса, выше божьих звезд Вознесу свой трон, Восседу на горе Совета, на дальней северной горе, Поднимусь за облачную ввысь, Сравняюсь со Всевышним. В общем, образ человека, Который себя равняет с богами. Да, это могучий правитель, Много таких в истории было. И все же ты не звергнулся, Шеол в самую глубину преисподней. Кто посмотрит на тебя, С изумлением заметит. И дальше, вот, Знаете, я знаю такую, Могилу на Красной площади, Где лежит человек, Который очень хорошо подходит под это описание. С изумлением заметит. Он ли это землю сотрясал, И царство не спровергал? Он ли мир в пустыню обращал, Города разорял, Пленников домой не отпускал? Цари всех народов почивают во славе, Каждый в усыпальнице свои, А ты без гробницы брошен, Словно ветвь гнилая. Тебя убитые покрывают, Те, кого мечом сразили, Кто опускается в каменную глупь, Ты труп, попираемый людьми. Не быть тебе похороненным, Среди прочих, Потому что ты собственную землю разорел, И собственный народ убивал. Вот образ царя, Который оставлен без погребения, Не названо конкретное имя, Хотя можно, конечно, Находить в истории царей, Которые были убиты В ходе заговоров военных кампаний, Ну, их больше одного, В Илоне тоже. Это даже не очень важно, А просто вот царь, Который изводил свой собственный народ, Не спровергал царство, И в результате он лишен даже погребения, Он труп, попираемый людьми. Как это может быть? Ну, кстати, на Красной площади Очень здорово это устроено, Когда лежит труп без погребения, Над ним трибуны, На которую поднимаются Во время разных торжественных мероприятий Вожди государства. Но я не хочу говорить, Что это вот пророчество О Владимире Ильича Ленине. Слишком уж это было бы прямолинейно. Просто вот образ Сатанинского правителя, Да, утренней звезды, Который возносит себя выше Бога, Который ставит себя На первое место во Вселенной. Он, конечно же, Получает воплощение Во многих разных практических историях. Можно только поражаться, Насколько эти истории совпадают Вот с этим Исаевым пророчеством, да? Я не хочу сказать, Что вот Исаия там предвидел То, что произойдет в 1917 году. Нет, он описывал, Как это вообще происходит. Но даже в мелких деталях, Оказывается, попал. Потому что в конечном итоге Вот подобные события, Они отражают в некотором роде Вот некоторый такой извечный образец, да? Вот сатанинской гордости, Которая разоряет свой собственный народ. Почему свой собственный? Потому что до своего проще дотянуться. Других попробуй еще завоюй. А свой всегда под рукой у правителя. Во век потомство злодеев не помянут. Ведите на заклание сыновей, Сгинут они в нечестие своих отцов. Вот такой очень страшный призыв к Вавилону, да? Ну, то есть, все будет с ним плохо. Не подняться им, не завладеть миром, Не наполнить городами круг земель. Ну, вот можно сказать о том, Как, собственно, ближний круг Ленина, Он оказался убитым. Да только ли Ленина, Сколько таких диктаторов и жестоких угнетателей, Которые, собственно, потеряли все, И те, кто были рядом с ними, тоже были рассеяны. Я сам поднимусь против них. Вот пророчество Господа воинства. Сотру навек имя Вавилона, Истреблю его остаток, потомство, наследство. Вот действительно, Вавилона больше нет. И это давно так. Вот пророчество Господа воинства. Будут впредь обитать там ежи, Будут расти тростнику воды, Истреблю дочество вымету метлой. Ну, то есть, образ дикой местности, Там ежики бегают, тростняком все заросло, Значит, люди там не живут. Вот пророчество Господа воинства. Клянется Господь воинству, Как я решил, так и случится, Что я замыслил тому и быть. Разгромлю Ассирию в моей земле. Ассирия и Вавилон вообще две разных державы, Но здесь не очень важно. Это такой вот образ собирательной жестокой империи. Чтобы не думали, что это только Вавилона касается. Разгромлю Ассирию в моей земле, На горах моих ее растопчу, Освобожу их от гнета ее, Их, то есть другие страны, в том числе израильтян, Сброшу это ермо с их плеч. Вот что решено для всей земли, Над всеми народами простерта рука. Так Господь воин судил, кто оспорит его. Он руку простер, кто ее отвратит. Понятно, этот образ простертой руки. Ну и чтобы мы не думали, Что это только про Вавилон или там Ассирию. В общем-то все народы, Все, кто планирует свое величие, Все, кто считают себя самыми главными, Рано или поздно поймут, что сильно ошибаются. И, конечно, гибель Вавилона или Ассирии Вызывает оживление у других народов. Они теперь думают, ага, Нас перестали угнетать, Теперь мы можем быстренько кого-нибудь завоевать, Починить, построить свою маленькую империю. Зря радуетесь, филистимлине. Филистимлине вечные враги израильтян. С них очень хорошо начинать от перечень малых народов, Которые тоже обличаются. Зря радуетесь, филистимлине, Что сокрушен поражавший вас посох Вот этот Вавилон или Ассирия, Великая империя, Когда ушел кот, Мыши в пляс. От змеиного корня родится гадюка, От него произойдет летучий змей. Будет что-то еще хуже. Понятно, мировые империи друг друга сменяют, И на смену Ассирии и Вавилона, На смену Вавилона и Персия. Не думайте, что никакой другой кот не придет. Вот гадюка и даже летучий змей, Какой-то же мифологический совершенно. Тогда бедные досы-то наедятся, Нищие будут в безопасности почивать, Но твой корень нет, филистимлинам, Голодому морю, истреблю твой остаток. Действительно, филистимлин тоже больше нет, И давно их нет. Плачьте, врата, город, рыдай, Филистимская страна, трепещи, С севера клубы дыма грядут, А там все с севера приходили, Потому что на юге Египета он такой, Ну, достаточно стабильный, да, А на востоке пустыня, на западе море, То есть все завоеватели с севера. С севера клубы дыма грядут, И отставшего в полчищах этих нет. То есть серьезное такое войско. Что же посланцам народа сказать? Что Господь Сион укрепил, Там убежище для обездоленных из народа его. Но это вывод, да, То есть, собственно, только Сион, Иерусалим, Израиль, Это территория, которую Господь называет своей, Поэтому все то, что только можно ожидать, Все будет именно там. Укрепление это именно Сион. А другие народы тоже ждет Та или иная форма опустошения. И довольно долго и подробно Буду говорить про Моавитян В следующих двух главах. Та или иная форма опустошения. Сион. Сион.